Всем привет! Рано или поздно каждый монтажер сталкивается с проблемой обработки большого количества материала. И довольно часто одно и то же событие записывается с разных камер, это и называется мультикамера. А наша задача состоит в том, чтобы выбрать ту камеру, которая нам подходит наиболее в данный момент времени. Для примера у нас в проекте имеется 4 видео с веб камеры, а также видео с обычной камеры. Все файлы имеют одинаковую частоту кадров и разрешение. Создаем новую секвенцию с такими же параметры, как и наше видео. В нашей композиции есть 3 дорожки для видео и 6 дорожек для звука, 3 из которых нам не нужны, поэтому мы просто удаляем лишние и добавляем новые. Так как у нас всего 5 камер, то и дорожек должно быть тоже 5, поэтому добавим еще по 2 для видео и аудио. После этого импортируем видео с камеры на таймлайн. Видео с каждой камеры помещаем на отдельную дорожку, друг на другом. После этого синхронизируем видео. После завершения синхронизации выделяем все клипы, нажимаем по ним правой кнопкой и создаем NES секвенцию. Задаем ей любое имя, например Multicam. Затем нажимаем правой кнопкой по созданной секвенции и включаем параметр Enable в разделе Multicam. После этого нам нужно включить одновременное отображение всех камер в окне предосмотра. Для этого нажимаем на эту кнопку и изменяем размеры окна так, чтобы было удобно работать с несколькими камерами одновременно. Если у вас нет кнопки мультикамерного отображения, то нажмите на этот плюсик и перетащите эту кнопку на панель инструментов. После этого запускаем наше видео и в процессе воспроизведения мы можем менять камеры простым нажатием мышки по соответствующей камере в окне предосмотра. Делать это можно также и с помощью соответствующих клавиш с цифрами на клавиатуре, где каждая камера соответствует своей кнопке от 1 до 9. После того, как мы остановим воспроизведение видео, мы увидим, что наша секвенция разделилась на несколько частей, каждая из которой соответствует ранее выбранной камере. Если мы хотим изменить камеру на другую, то просто выделяем нужный нам участок и нажимаем нужную нам камеру в окне предосмотра или цифру на клавиатуре. Помимо этого, саму секвенцию можно обрезать и изменять ее длительность. Делать обрезку можно с помощью лезвия или горячей клавиши на клавиатуре. О горячих клавишах для комфортной работы в программе я рассказывал в другом видео. Можешь ознакомиться с ним по подсказке сверху. Также мы можем в любой момент отредактировать клипы, которые лежат в корне мультикамеры. Для этого переходим в созданную нами мультикамерную композицию и изменяем настройки каждого конкретного клипа так, как нам нужно. Например, изменим масштаб и позицию одной из камер. После этого вернемся назад и увидим, что все изменения успешно отображаются и в мультикамере. Вот собственно и все, что нужно знать о мультикамерном монтаже. Но если у тебя не самый мощный компьютер, ему будет сложно справиться с несколькими камерами одновременно. И в таком случае нужно создавать прокси. О том, как это сделать, я уже рассказывал в одном из своих видео. Можешь ознакомиться с ним по подсказке сверху. Надеюсь это видео было для тебя полезным, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и будь в курсе новых видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!